В Успенском храме на набережной лейтенанта Шмидта в 60-х годах прошлого века был открыт первый в Ленинграде искусственный каток. Я фигурист катался здесь на этом катке. У Алексея Мишина смешанные чувства. С одной стороны он приходит сюда поклониться святыне, с другой будто возвращается в родную Альма-Матер. Это было место, где родились, рождались, несмотря на такие скромные условия, мягко говоря, здесь рождалось все передовое, что было тогда в мировом парном катании. В паре с Тамарой Москвиной Мишин стал серебряным призером чемпионата мира и чемпионом страны более 40 лет назад. С тех пор, как закончил спортивную карьеру, известен как тренер лучших фигуристов планеты в одиночном катании. Каждая победа, она совершенно уникальна. Так, как первый раз выиграл Урманов Олимпийские игры, как Ягодин выиграл чемпионат мира, как Женя трижды стартовал на Олимпиаде. Сейчас Евгений Плющенко возвращается в большой спорт. Упорства фигуристу не занимать, как и его тренеру. Я хотел бы всегда равняться на моего учителя и в дальнейшем тоже. Он меня воспитал, он меня вырастил, дал мне эту прекрасную жизнь. Я имею в виду в спорте. Ты посмотри, вместо того, чтобы повернуться, ты взял себя и задушил вот сюда. А здесь же надо поворачиваться туда. Мишина считают отцом-основателем Петербургской школы фигурного катания. Его методика сродни научному открытию в области высоких технологий. Если представить себе весь технический арсенал современного фигуриста, это вот такое основание и высокая-высокая вершина. На этой вершине находятся многооборотные прыжки. Многооборотные прыжки стали основной темой научной диссертации Мишина. А опыты он проводил на фигуристах. Угловые ускорения, которые испытывает фигурист в наших приборах, они превосходят те, которые испытывает космонавт в полете. Совместно с ученым Виктором Шапира тренер Мишин изобрел уникальную программу для измерения параметров прыжков фигуристов. Как говорите, это кардиограмма? Кардиограмма прыжка. То есть в любой момент времени мы знаем, какое ускорение, какая скорость, какая высота, как он высоко взлетел низко, по какой траектории он летел. А эту центрифугу долго не показывали журналистам, пока не запатентовали изобретения. До Мишина с Шапира никто раньше такого с фигуристами не делал. Вот такой сплав науки, техники и спорта дает потрясающие результаты в фигурном катании. Почти полвека личная жизнь Мишина похожа на сплошной каскад из тройных тулупов, акселей и сальховых. Паре с женой Татьяной. Наверное, где-то что-то я, может быть, построже, пожестче, потребовательнее в каких-то таких более планомерно. Алексей Николаевич такой более творческий, импульсивный человек. У бывшей своей ученицы, а ныне заслуженного тренера России Татьяны Мишиной, Алексей Николаевич теперь готов учиться сам. Мы уже несколько десятилетий работаем как два равных тренера, и у меня вообще нет такого стремления к гегемонизму. Вот, я нормальный, мягкий человек. Но вот фигуристам на тренировках соломки не подстилает. То датчиками сканируют, а то летать под куполом заставляет. Алексей Мишин в своей методике использует не только космические технологии, но и приемы из области циркового искусства. К примеру, это лонжа, с помощью которой фигуристы отрабатывают прыжки. А когда-то такие приемы Мишину и не снились. Он до сих пор вспоминает, как на цирковном катке диаметром 15 метров они с Москвиной изобретали поддержки. Разбегались по деревянному бортику, выбегали на лед, поднимали партнершу, бежали, крутили ее, опускали уже на деревяшку. Его методики используют всюду, от Канады до Новой Зеландии. К нему в группу мечтают попасть спортсмены со всех концов света. Хотя в родном Петербурге до сих пор нет официальной школы фигурного катания имени Мишина. Но есть главное – его ученики и единомышленники. Роман Паршинцев, Алексей Мжельский. Все включено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова